Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас среда, и у нас сегодня большой день. Будем говорить о последних новостях, в основном проблемах войны и мира и большой стратегии. Начнём с коротких сообщений. События в Афганистане, видимо, вызывают нечто похожее на лёгкую панику в Кремле. Шойгу, представитель путинского режима, который недавно ещё заявлял о том, что Соединённым Штатам надо побыстрее уходить из Афганистана, теперь бьёт в тревогу, заявляя, что вместо Афганистана США теперь пытаются проникнуть в Среднюю Азию. И Шойгу, наверное, не поставили в известность. Он, наверное, не знает, что на встрече в Женеве Путин предложил Байдену российские базы в Средней Азии, в частности, база 201 в Таджикистане, а, возможно, и другие базы на российской территории, для того, чтобы Америка как-то сдержала ожидаемый переход границы со стороны талибов, вторжение их в Центральную Азию, а затем, возможно, на территорию Российской Федерации. Сейчас в рамках ОДКБ на территории Таджикистана, с участием Узбекистана, возможно, Казахстана и Киргизии проводятся различные оборонительные мероприятия, включая учения, на которых, по последним данным, с российской стороны участвуют около тысячи военнослужащих, с тем, чтобы как-то сдержать талибов в случае их перехода через границу. Северную границу Афганистана. Сообщения же из Афганистана вызывают тревогу. Талибы, в общем-то, полностью отказались от какой-то сдержанности и захватывают районные центры в Афганистане быстро и жестко. Это всё сопровождается массовым захватом той техники, которую американцы оставили правительству Афганистана, правительственным войскам. И говорят, что имеет место кровопролитие, причём в таких серьёзных масштабах. В эти же дни происходит визит делегации талибов в Китай, где они заверили, что они никоим образом не будут дальше распространять свои действия, на территории, не дай бог, на территорию Китая. А Энтони Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов, который находится с визитом в Дели, он выразил очередную обеспокоенность тем, как развиваются события в Афганистане. В целом, складывается впечатление, что Афганистан перестаёт быть головной болью Соединённых Штатов Америки и становится серьёзной головной болью Кремля. Хотя, собственно говоря, события реальные ещё не начались, талибы ещё в рамках своих границ Афганистана, но в соседние страны, в дружественной России страны Средней Азии, ожидают драматических событий. Сегодня же в Женеве открылись переговоры между, на уровне замминистров иностранных дел, с российской стороны это Сергей Рябков, с американской это Венди Шерман, переговоры о так называемой стратегической стабильности. Речь пойдёт о возможных договорённостях в плане контроля над вооружениями, а также о кибербезопасности, то есть о хакерстве, и Украине. То есть повязка дня настолько широка, что эти переговоры могут продолжаться до бесконечности. Особенно это касается переговоров по контролю над вооружениями, поскольку складывается впечатление, что, с одной стороны, американцы видят, что всё более важную роль в военно-стратегическом плане играет Китай, который не является участниками этих переговоров, а с другой стороны, Россия пытается включить в повестку дня переговоров сокращение своих мультиков, то есть не существующих, придуманных ими систем вооружений в обмен на ограничение реально существующих систем противоракетной обороны, которые практически готовы для развертывания американцами. Ну, по просьбам теперь, по просьбам, по просьбам зрителей, прокомментирую вчерашнее выступление Джо Байдена перед сотрудниками Центрального разведывательного управления США в Ленгли. Вообще, это выступление было запланировано, да и в целом прошло как своего рода дружеская встреча, главной задачей которого было не послание каких-то месседжей внешним игрокам, таким как Китай, Россия, а общение президента со своим разведывательным сообществом. Оно было построено на контрасте с теми взаимоотношениями, которые имел с разведывательным сообществом США вообще, и ЦРУ в частности, Доналд Трамп. Ну, возможно, вы помните, что с избранием Трампа 17 агентств разведывательного сообщества США в унисон заявили, что Трампу в этом деле, в избрании его президентом, принимало участие, то есть, Россия предложила для этого невиданное, недюжинное усилие. Трамп обиделся, все четыре года его прошли в борьбе, что ли, в противостоянии между Трампом и ЦРУ и другими агентствами разведсообщества. В конце концов, он назначил директором национальной разведки Редклиффа, который, в общем-то, не имел никакого опыта, да и толку не знал в этой области, в области разведки и анализа информации, и который тут же начал гнать информацию в Белый дом о том, что, да, вмешивались в выборы 2016 в Соединенных Штатах Америки, но это были Китай и Украина, а Россия, в общем, была ни при чем. Джо Байден заявил ясно и неоднократно в этой речи о том, что разведсообщество США при его администрации будет деполитизировано, оно не будет участвовать во внутренних политических игрищах, ни на стороне демократов, ни на стороне республиканцев. Он также потребовал, попросил разведсообщества предоставлять ему качественную информацию. Он неоднократно подчеркивал, что я получаю от вас информацию настолько сбалансированную, что иногда трудно быть полностью уверенным в том, что то, что написано, это действительно так. Почему? Потому что человек понимает тонкости разведывательной информации. Он занимался разведывательной информацией с тех пор, как вошел в политику, он этим делом занимался 50 лет, он был в Сенатском комитете по разведке, он был в Сенатском комитете по иностранным делам, по внешней политике, и он читал эту разведывательную информацию еще тогда, когда Путин носил чемоданы Собчаку. Поэтому он знает в этом деле толк. Вообще, в плане надежности информации, надо просто уметь ее читать. В российском интернете и в ресурсах, особенно те, которые так или иначе связаны с Кремлем, было некоторое время принято так хихикать насчет таких вещей, как выражение бы «highly likely, likely, possibly, probably» и так далее. На самом деле, здесь нет повода для смеха. Это очень тонкие вещи, которые характеризуют степень надежности информации. Такие же вещи существуют и в советской, были в советских разведслужбах, я уверен, они сейчас есть в российских. То есть, когда пишется информационное сообщение, крайне важно понять, насколько оно достоверное, насколько авторы уверены, что то, что там написано, так и есть. Это зависит от массы факторов. Ну, допустим, вот сообщение «Путин провел закрытое заседание в Кремле, на котором обсуждали следующие вопросы». И пошло раз, два, три, принято такие-то решения, 4, 5, 6 и так далее. Вот как расценивать эту информацию? Можно написать по надежным данным, вот как пишется, допустим, в России, в Советском Союзе, можно написать по надежным данным, данным по сведениям, требующим перепроверки, данным от надежного агента, данными от нашей связи, которая поставляла раньше проверенное сведение и так далее. А у американцев это пишется вот «probably», допустим, или «likely», или «most likely». И это все у них гарантированно привязано к определенным процентам надежности информации. Вот «highly likely» – это 90% и выше, вот у британцев, допустим. То есть, это практически абсолютно достоверная информация, но мы не уверены, потому что мы там не были. Или агент наш надежный, он там был, но на 100% вручаться, что его не перевербовали вчера, или два дня назад, мы не можем. Вот неделю назад мы могли вручаться, потому что мы с ним встречались, и все было нормально. А что после этого вчера произошло? То есть, это ответственный подход к написанию разведывательной информации. Он призвал Байден продолжать эту традицию и повышать качество, объективность, независимость информации. А для того, чтобы повышать качество информации, нужно повышать качество источников, надо их вербовать. Это что касается Human Intelligence, или агентурной разведки, как она называется, в России. Соединенные Штаты потеряли в 2017 году очень важного агента, которого они имели в Кремле, это Олег Смоленков, которого эвакуировали в срочном порядке, потому что боялись, что Трамп может раскрыть сведения, которые позволят российской стороне высеслить этого агента. Он работал в Кремле, причем на той должности, которая ему позволяла видеть документы, которые клались на стол Путину, и дальше, как я понимаю, делать с них копии и передавать в Ленгли. И, как я понимаю, за 9 лет своей работы с 2008 по 2017 год он передал американцам огромное количество информации прямо вот оттуда, если не со стола Путина, то со стола его ближайших помощников. Байден затронул несколько тем, которые касались прежде всего Китая, то есть о России там всего два упомянания, о Китае пять. Это сразу видно, насколько разное, так сказать, внимание Соединенных Штатов к этим двум игрокам. О Путине он упомянул в том плане, что ситуация его тяжелая, потому что вся его экономика основана на ядерных вооружениях и на скважинах, нефтяных скважинах. Ну, что Песко уже опроверг, трудно было ожидать, что он промолчит. Хотя это близко к истине. Второй раз он упомянул Россию Путина в плане Арктики, которая приобретает, особенно с потеплением, все большее значение в плане транспортных коммуникаций. И там идет борьба между, с одной стороны, Россией и Китаем. Китай тоже пытается сказать, играть роль в этом регионе. А с другой стороны, это западное государство, включая Канаду, Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников в Северной Европе. По поводу Китая высказывания Байдена носили более, я бы сказал, драматический характер. Он сказал, что он хорошо знает председателя Си, Син Цзиньпиня. Они вместе, вот чистого времени, с глазу на глаз, провели 25 часов. Вместе они путешествовали и покрыли в ходе этих путешествий 17 тысяч миль по словам Байдена. И он очень серьезно воспринимает слова Си Цзиньпина, которые он высказал Байдену, о том, что где-то в середине 40-х годов, то есть в 2040 году, в 45-м году, Китай должен стать крупнейшей военной державой и, возможно, ведущей экономики мира. Байден в этой связи привел такие цифры. 35 лет назад Соединенные Штаты занимали первое место по затратам на НИОКР. То есть это исследовательские, опытно-конструкторские работы. Но это характеризует вложение страны в науку с точки зрения развития передовых технологий. То есть 35 лет назад Соединенные Штаты занимали первое место в мире, теперь они занимают восьмое. Китай 35 лет назад занимал девятое место в мире, теперь второе. Речь идет о том, как ее поставил Байден перед разведсообществом и раньше в своих программных выступлениях. Речь идет о начале наконец-то скажем так мирной войны или как его назвал Байден Байден драматически назвал чуть ли не смертельным соревнованием, соперничеством между двумя системами, между демократией и авторитаризмом, между Соединенными Штатами и их союзниками и Китаем за лидерство в 21 веке. И эта борьба должна прежде всего развиваться в области экономики, научно-технического прогресса, ну и как следствие в военной сфере в плане создания новейших видов вооружений. Хотя с другой стороны Байден подчеркнул, что есть общие задачи, которые стоят перед всем человечеством, такие как климат, которые необходимо решать всем вместе. Продолжение следует...